Да, я раньше вылезала, потому что я была на 10 килограмм меньше. Стой, стой, стой. Сначала будет больно, потом нет. Всем привет. Знаете, вот это состояние, когда хочется спрятаться от учебы и накопившихся проблем. Под стол, например. Под стол еще можно закатиться от смеха, кстати. Я же неловкие ситуации снимаю. Но на самом деле мне не смешно, а грустно, потому что это уже второе видео о неловких ситуациях за эту осень. Да, я неудачница, но зато я знаю о таком крутом кэшбэк-сервисе, как мегабонус. Он возвращает деньги с каждой покупки в более чем тысячи популярных интернет-магазинов. Работает по всему миру и позволяет отслеживать посылки. Им очень легко пользоваться. Один раз установил расширение, зарегистрировался и забыл. Делаешь покупки как обычно, а мегабонус возвращает деньги с каждого заказа. Сам. А до 11 ноября длится всемирная распродажа на Алиэкспресс. Успейте закупиться, а с мегабонусом вам еще вернется часть потраченных денег. Кэшбэк начисляется мгновенно, а вывести деньги вы можете любым удобным способом. А специально для моих зрителей мегабонус сделали уникальный промокод. Он дает плюс 22% кэшбэку на неделю. А ссылка на сам мегабонус и промокод в описании. Спешите, потому что количество активаций промокода ограничено. Что вы думаете, я все видео буду под столом снимать? Да, снимала бы, если бы была одна. А я с Олегом. Чем глубже осень, тем глубже хочется окунуться в свои воспоминания о детстве. Ты что делаешь-то? Я сосредоточена максимально, а ты мне нос что-то это... Короче, сегодняшние истории будут связаны с моей молодостью. А Олег здесь для того, чтобы громко смеяться надо мной. И для того, чтобы он пил из моего мерча. Вот мерч, мой мерч, моя чашка. Такая кружка красивая. Кружка супер, класс. Ссылка в описании. Мой мерч. Первая история. Вот мне после нее даже не столько неловко тогда было, сколько неловко сейчас жить. Я не уверена, что Олег после этой истории продолжит со мной дружить. Потому что Олег любит животных, а я человек. Тогда мне было 5 лет. А я очень люблю крыс. Не людей, а зверей крыс. Настоящих. Да, настоящие крысы. Такие добрые, пушистые, с хвостами. Без лица человеческого. Я очень долго хотела крысу. Ну как очень долго? Там, по-моему, с 4 лет ребенок соображать начинает более-менее. Но я вот хотела крысу сильно. И мне ее наконец-то подарили. Я уговорила родителей, и они мне ее пошли и купили вместе со мной. Она была белого цвета, с красными глазами, и назвали мы ее Люся. Хорошая информация, правда? Вообще не об этом. Я была рада настолько сильно, что когда мы вышли из этого зоомагазина с моей... Мы выходили из зоомагазина, и мне прям вот хотелось ее вот... Ну, обнять сильно. Понимаю. Да, и я это сделала. Совсем? Совсем. Я ее обняла настолько сильно, что лапка как-то вот... Ну, в общем, короче, я лапу ее прижала так, что она сломалась. Алло, мам. Что, срочно, Кис? Срочно. Когда я Люсе лапу сломала, мы ее потом... Что, мы ей гипс сделали или что? Нет, она сама заживала так. Ладно, давай, пока, спасибо. А что за ужас? Народная медицина. Надежда на 8. Только дошло. Срешной пипец, реально. Лапу-то мы ее потом вылечили, и крыса осталась жива. И жили мы с ней больше года душа в душу. Это реально был как человек. Она жила у нас с открытой клеткой, и когда ей нужно было, она выходила и могла гурять, жрать провода. Че хочешь, да. У нас проводов не было в парде. Но зато была крыса, да, и крыса была очень клевая, реально. Вот она на коленочке мне садилась, я ее мяла, гладила, и она засыпала. Это идеальный зверь. А я очень любила белый шоколад. И сейчас его люблю не меньше. Именно такой воздушный, чтобы был. Это прям вот, это то, что надо. Я несколько раз пыталась дать этот шоколад крысе попробовать. Люське своей. И когда бабушка видела, что я уже вот прям уже ей почти даю какую-то сладость. Она тебе фу! А да, ну, я не собака. А мне говорили, Настя, нельзя крысам сладкое. И я не давала. Так вот однажды, когда никого не было в комнате, мы с Люсей, как обычно, проводили время вместе. И у меня был белый шоколад. И я его ела, и подумала, блин, моя крыса заслуживает этого шоколада. И я помню, как я положила ее с колен на пол, потому что таким образом ее не было видно за диваном. Ну, типа диван, и она на полу за диваном, понимаешь, да? А у меня дома были люди, ну, родители мои. Вы что-то с кирпами. Не спалили, да. Я отломила ей два куска. Я прям как сейчас помню. Именно этот шоколад, именно два куска, потому что она долго держалась и смотрела, как я жру сладкое. И я просто отдала ей два куска. И я смотрела, как она ест, зная, что ей нельзя это есть. А потом у Люси слиплись глаза. Мы ее лечили чайными пакетиками. Не получилось. Не отлипли глаза. И буквально через месяц все. Люся умерла. Все? Ну да, не воскресло больше. Ой, божечки, какая ужасная история. Не надо. Рассказывай. Так, по секрету всему свету. Гуляли мы с моей подружкой и с нашими родителями. Лето 8, может, мне было, может, 9. Короче, знаешь, гуляешь-гуляешь и осознаю, что в туалет очень сильно хочется. А если очень сильно хочется в туалет, то, к сожалению, нужно либо идти домой в туалет, либо что-то с этим делать на улице. Мы гуляли в лесу. Мы любили играть в игру. Ролевой. Где я был белкой. А она орешком. Нет. Как тетя Селина захотел, короче, я. Думаю, что же мне делать-то? И тут играли мы играли. И вижу я, что посреди леса стоит шрубленное дерево, похожее на толчок. Ну, с этим углублением. Серцевины вырыта. Специально. Для тебя. Я бабушке говорю, ну тут такое дело, хочу сходить. Смотри, какое место-то классное. Сюда, наверное, и ходят. А я вижу, что там, ну, флантики валяются. Ну, никто еще ничего не делал. А моя подруга так к этому отоплительно отнеслась и говорит, ну да. Смотри. Ну, и я такой, ну, а что же нет-то? Ты что, насрал в дерево? Ты просто насрал в дерево. Оно срубленное было бедное. Несчастно, ты еще знаешь, соль на рану. Только говно на рану. У меня тоже история про какашки есть. Вторая моя история произошла, когда мне было, по-моему, восемь лет. Ммм. А, ты тоже насрал в восемь лет? А я не срала. Я понял. Извини. Ну, я нас сру когда-нибудь. Чтоб тебе не было грустно. Тогда у нас была дача. А у меня тогда вообще не было никакого желания с кем-либо дружить и общаться. Я была мега интровертом. А в нашем поселке жили дети. Ну, как дети. Ну, такие же, как я. Ну, я не ребенок. Я взрослый человек самостоятельный была уже тогда. Я ходила сама за рисом воздушным в палатку. За восемь рублей покупала упаковку воздушного риса. Возвращалась домой. Все сама делала. Вот это вот. Садилась и смотрела мультики по телевизору и ела воздушный рис. Я была счастлива. Мне ничего и никто не нужен был. Больше. Но в один день? Нет. Каждый день. Когда я была на даче и ела воздушный рис и кайфовала, одна девочка с поселка... Господи, я ужасный человек. Она постоянно звала меня гулять. А я постоянно очень не хотела с ней гулять и дружить. И как ты выходила с ней вот на пять минут погулять? Потому что меня бабушка заставляла. Говорит, ну вот к тебе она пришла, ну иди ты погуляй с ней. Ну подружиться хочет. Я из уважения выходила чуть-чуть на десять минут. И возвращалась в мультики смотреть и рис есть воздушный. А она все звала и звала меня гулять опять. А мне просто не хотелось. И вот в один из таких дней, когда я снова вышла с ней погулять на десять минут, просто чтобы она меня потом оставила в покое и я могла продолжить смотреть мультики... А она обижалась? А я не знаю. Мне было все равно. И я еще не успела уйти домой. Еще, видимо, десять минут тогда не прошло. Отведенных для нее специально мной. В какой-то момент она начала себя очень странно вести. И я смотрю, что-то с ней не то. И она как-то вот мнется, мешкается, говорит, ну вот мне что-то там... Я вспомнила, мне надо маме помочь или что-то такое. Я говорю, да господи, ради бога. Иди, помогай. Какая стерва. Она побежала помогать. Ну, типа. Она такая, ну ладно, пока. И я пошла домой. А у меня стоял телевизор напротив окна. А окна были зашторены жалюзями, потому что солнце светило. А жалюзи, они же, ну, такие, не супер плотно закрывающиеся. Ты все равно видишь какое-то шевеление в окне. И я увидела какое-то шевеление в окне. Окна выходили к нам во двор. И я смотрю, что-то, ну, блин. Происходит то, что не происходит обычно никогда. Я подхожу к окну. Вот так вот чуть-чуть отворачиваю одну жалюзенку. Смотрю. А эта девочка... Эта девочка просто... Просто захотела в туалет. И просто взяла и начала ходить в туалет прямо на нашу тропу. Прямо на нашу тропу. Она задом к тебе. Еле дом к лесу или как? Там никакого леса. Там просто тропинка. Следующий дом соседний. Наш дом. Напротив еще дом. И еще сбоку дом. То есть без заборов вообще? У нас не было забора, да. Офигенно. Мы нищие, блин. Да классно, наоборот. Сереж, смотри, кто хочешь. В общем, эта девочка ходит в туалет. По-большому. По-крупному. Я смотрю. Я не понимаю. У меня недоумение полное. Я зову бабушку. Говорю, смотри. Бабушка смотрит. Говорит, ой, господи. Что же она творит? Но мы мешать не стали, естественно. И вообще казус страшный. Не понимаешь, как себя вести. Я наблюдаю, наблюдаю, она... Ну, это недолго происходило, но для меня это была вечность. А она была в юбке. И она, ну, встала, юбку задрала, чтобы... Подтереться ей было нечем. Она задрала юбку, чтобы не испачкать ее. И побежала вот так вдоль... Вдоль домов. По поселку. К себе в дом. Но от моего дома до ее дома там буквально, не знаю, метров 200. Моей бабушке пришлось убирать то, что она из себя... И потом эта девочка через несколько часов вернулась ко мне снова звать меня гулять. А я хотела посмотреть мультики. И вот она пришла. Я думаю, ну все. И я включила такую бичку. Она меня спрашивает, что делаешь? Как дела? Я не отвечаю на эти вопросы. Я на самом деле не помню вот эти детали. Но я четко помню, что я начала разговор именно с того, что... А ты знаешь, у нас вот на газоне какашки валялись чьи-то. Она говорит, ой, не знаю, может это собака накакала? Я говорю, странно. У нас нет собаки вроде. Она говорит, ой, ну я не знаю, может соседская? Я говорю, у соседей тоже нет собаки. Она говорит, не, ну я не знаю, конечно. А я злая, пипец. Не верю. Я прям очень злая была. А у нас рядом стоит соседский дом. И там живет семья большая. С двумя мальчиками-подростками. Это наши общие друзья. И эта девочка знала, что я хорошо общаюсь с этими мальчиками. И я ей говорю, а ты знаешь, а мне *** рассказал, что видел, как ты бежишь вдоль домов с голой попой. А у нее такой ужас на лице. Она говорит, может быть ему показалось? Я говорю, нет, не показалось. Вот. И с этого дня мы больше с ней... Она ко мне не приходила. Какая ужасная. Мне очень стыдно до сих пор за эту историю. Я просто отвратительный человек. Это даже хуже, чем убить крысу шоколадом. Но карма не дремлет. Всегда помните про закон бумеранга. Потому что недавно, копаясь в альбоме, я наткнулась на фотографию, где я плаваю в бассейне этих соседей, соседских мальчиков, с которыми я хорошо дружила. А так сложилось, что в том возрасте я донашивала одежду за своей подругой, у которой был... Размер побольше. Да, размер побольше. И она отдала мне свой купальник. Я донашивала за нее купальник. И плавала в бассейне своих друзей. В общем, на этой фотографии четко видно, как я прыгаю, зазираю руки, радуюсь. А мой купальник просто поднимается вверх. Мои сиськи тоже такие радуются, руки поднимают, кричат, прыгают в бассейн. Вся ироничность заключается в том, что эта фотография сделана тем же летом, которым я отшила очень грубо вот ту девочку. А за кадром стоит как раз вот этот мальчик, про которого я рассказала той девочке. И теперь у вас есть повод злиться на меня. Теперь вы знаете, какая я плохая. Убиваю крыс. Не радуюсь людям, которые приходят ко мне домой. Особенно, когда они гадят. Всем огромное спасибо за просмотр. Мы вас всех безумно любим. Целуем, обнимаем. И всем пока-пока.